В РФФ жалуются на атаки дронов в разных областях. В Российской Федерации в двух регионах в ночь на 23 июня работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Взрывы, в частности, звучали в Смоленской и Брянской областях, а в Липецкой объявляли тревогу из-за угроз ударов ПЛА. Об этом сообщает видео новости Украина со ссылкой на губернаторов Смоленской, Брянской и Липецкой областей Василия Анохина, Александра Богомаза и Игоря Артаманова, соответственно. Представители власти этих российских регионов отчитываются о якобы отражении атаки украинских дронов. Смоленская область. По словам смоленского губернатора, беспилотники фиксировали над Смоленском и Ярцевым, и по ним велась боевая работа сил по около трех часов ночи по местному времени. По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет. Информация о последствиях уточняется, пишет он в своем телеграмм, Брянская область. А вот власти Брянской области уверяют, что массированные атаки подверглись несколько муниципальных районов в регионе, но все цели якобы были сбиты и перехвачены. В течение часа уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два Пла, над Трубчевским районом, 8 беспилотников сбиты, над территорией Бросовского района, два уничтожены над Почепским районом. Острадавших и разрушений нет, писал Богомаз в телеграмм в один. 23. А через час добавил, что якобы еще 9 беспилотников самолетного типа также были уничтожены силами ПВО. 4 беспилотника сбиты над территорией Дубровского района, два над Дубровским районом, по одному Пла уничтожены над территориями Клинцевского района, Новозыпковского и Стародубского муниципальных. Но на том не закончилось, около трех ночи российский чиновник заявил, что еще два дрона также были сбиты на территории Суражского района. Лепецкая область. Добавим, что в Лепецкой области этой ночью объявляли воздушную тревогу именно из-за угрозы атаки беспилотников. Местный губернатор в телеграмм написал об отборе по поводу угрозы лишь около 6-20 атаки дронов в России. Напомним, за последние месяцы почти каждую ночь случаются атаки ударными дронами камикадзе по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам не только в приграничных областях России, но и в глубине территории страны-агрессора Панты. Так, недавно в Генштабе в СУ заявили, что в последние дни силы обороны Украины осуществили ряд успешных ударов по важным объектам на территории Эрфпань. Были поражены нефтеперерабатывающие заводы Энтвиз, места хранения шахедов и не только. Добавим, ранее этой ночью в МСФСУ раскрыли подробности уничтожения склада шахедов и инфраструктуры врага на Кубани в ночь на 21 июня.